Привет, друзья! Это я бегу, написала одна дачница, что у неё рой буквально за 20 минут, гнездо свел прямо над самой крышей. И вот она пишет, не знаю, что делать, боюсь к дому подходить, боюсь из дома выходить, летают роятся. И фотографии поместила. Я поглядела, это не гнездо совершенно, это просто отроившиеся пчёлы. Повесили действительно, и так свисают, они как крыши. Ну, я написала ей, попросила разрешения прийти заснять на видео. Она меня пригласила. И вот я иду к ней, иду, и боюсь, вдруг ещё улетят. Вот, пока не улетели, поэтому быстро иду, запхалась уже. Так что сейчас, если повезёт, целый рой пчёл увидим. Чем хорошо, то что у меня зум нормальный, так что хочется поближе этот рой увидеть. А вот тут прям в переулочке роза замечательная. Смотрите, красота какая. Это у нас не улица, это переулок между линиями. Так что мы с вами скоро увидим. Или не увидим. Надеюсь, увидим. Я вам уже кого только не показывала. И купающегося скворца, и ёжика, который мне помогает косить, полоть огород. Ещё что, белочку, которая у нас ворует орешки, маджурского ореха. Стрекоз новорожденных. О, ещё чего-то полно показывала. Так вот, а сейчас, если повезёт, увидим рой пчёл. Вот, вот этот домик. А вы там снимаете? Идите сюда, зайдите. Сейчас! Они вот, смотрите, видите, сейчас они все там. А когда они только прилетели, они всё вокруг двери ещё кружили. Не кусают вас? Ну, вы знаете, пока нет. Ещё будет дальше, не знаю. Ну, мы-то к ним не лезем, чего-то кусать. Ой, вон они как. Точно висят. Смотрите. Когда ветер, их вот так вот ещё колышет. Колышет, да? Колышет, да. Ну, вы куда-то к кому-то дозвонились? Ну, два места мы дозвонились. В одном месте сказали, что они могут сами улететь. Это вот знакомые как раз из Батайска. Что это они могли переезжать, перелетать. И здесь, значит, сели. Типа водой их полейте. Чтобы они улетели. Ну, не знаю. А во втором месте сказали, мы приедем часов в пять вечера, снимем вам их. То есть они пчеловоды, да? Ну, я так понимаю, что это не пчеловоды больше, а больше как это... Вредители. Вредители. Видите, как они сейчас там вот наверху, да, все? А вот это было всё вот прям по дому, по всему. Ой, вокруг. Пока они вот так вот не образовали колонию. Да, пока они так не образовали, они вот так вот улетели. Я даже в дом не могла зайти. Я сидела там, работала, вышла, смотрю, батюшки. А вы что-то услышали или в окно? Да, вышла я. Пусто. Я иду обратно и не могу понять. Вот тут вот все они кучей, что не могу в дом зайти. С ума сойти. Те точно висят, как вот. Вы не против, если я на свой канал это помещу? Ну, конечно, ничего. Может, он собачку мою заснять на кучу. С удовольствием сейчас я и собачку, и могу вашу дачу. Да ладно, дача у нас остается еще дача. У вас домик симпатичный очень. Хозяйку дачи, которую облюбовали пчелы. Зовут Марина. И они к ней прилетели не случайно. Видите, какой симпатичный домик. Как сами пчелы. И здесь у нее вот такая красота. А собачка прелесть. А как зовут собачку? Бустер. Привет. Сейчас. Ой, ой, встает. Ну-ка, давай еще раз. Еще раз. Буся. Буся. Давай, вставай. Вставай, иди сюда. Буся. Иди ко мне. Ой, а медалька у нас. О, какая медалька. Ну-ка, давай похвастайся. Вот. Медалька с адресом не потеряется. Вот какая умненькая собачка. Тут можно? Да, да, конечно. А вот еще во дворе береза какая. Здорово. Да не одна. А тут еще собачка, грибы и ежики. Бустер не ревнует? Или это дружок? Бустер, ты не ревнуешь, что тут собачка? А он его не понимает. Он его не понимает, что это собачка. Скажи, не пахнет ничем, да? Этой березе, наверное, много-много лет. Ну, это вот березы как были. Не вырубали. Вот оставили две. А у меня было больше. В этом году как раз их подрезали. Здорово. Вот такие березы. И яблони тоже у вас, видимо, старые, как у нас тоже. Старые. Не плодоносят. Не плодоносят? А мои еще плодоносят. У нас же был потоп здесь. У нас здесь были цветы, клумба. И когда нас все затопило в 17-м году, вот здесь все затопило. Вот там у меня тоже был цветы, тоже не растет. И там у меня были брядки. Ну, вот сделали мы в итоге все травой засеяли. Ну, они не зря ваш домик облюбовали. Здесь аура хорошая. Они куда ни попадя не садятся. Я же в деревне долго жила. Знаю, у нас у соседей пчелы были. У моего свекра были пчелы. Вот они где-то отсоединились, семейство, с пчеломаткой. И улетели с молодой. Или наоборот со старой. Молодая осталась и выгнали. Ну, вот я говорю, они сейчас хоть хорошо там все наверху. Тут можно к дому подойти. Ой, сколько их там? Миллионы. Ну, да, они вот пока образовали вот эту вот свою систему. Пока, вернее, не образовали. Они летали здесь вокруг дома. Ну, вот и что делать? Ждать. Они улетят. Улетят, точно. Они же здесь не останутся. Я просто почему стала звонить? Потому что я говорю, я не могла в дом войти. Я думаю, ну, что же делать-то? Ну, а сейчас нормально. Они вот поселили. Так они прилетели. Уже сколько прошло? Три с лишним часа они уже здесь не служатся. Так, ну и что? Они кого-то ждут, выясняют. Там матка решает, что делать дальше. Ясно, что они здесь жить не будут. Ну, вот девочки там в чате писали, что на следующий день уже не было. Ну, вот обычно у нас деревня точно так же. Ну, обычно у нас пчеловоды, не один так другой. Приходили, их окуривали, снимали. Ну, ладно. Правда, ставить пока на завтра. Завтра видно будет. Жарко. Гостик. Гостик, не уходи. Ну, всего доброго вам. До свидания. До свидания. Вот так вот налетят. Вот такой вот рой счастья. А вы не пчеловод. Кому-то было бы это счастье, а для кого-то вот так. Ай, вы как красиво пострижено. Здорово. Красота. С Нового года, видимо, шарик остался на ёлочке. А там шишки. Смотрите, прелесть какая. Чубушник. Вон так. Снег-снежок. Мне нравятся наши СНТ. Улицы. У нас их называют линиями. Достаточно широкие. Вот такой ширины улицы. Ну, всё. Всего доброго, друзья. Прекрасного настроения. Замечательного здоровья. Удачи, успехов. Целый рой. Не пчёл только. Целый рой приятностей. До новых встреч в моём саду.